Противотуберкулезная здравница Южнобережья Крыма была признана еще в позапрошлом веке благодаря лечебному климату, своего рода коктейлю из горного воздуха, морского бриза и фитоцидов хвойных лесов. На протяжении последних десятилетий противотуберкулезные здравницы, обладающие завидными парками и пляжами, планомерно уничтожались, а их территория застраивалась. Ощутимый удар в начале нулевых нанесла так называемая оптимизация под началом вице-премьера Дмитрия Табачника. На территории одного из них теперь находится особняк Виктора Медведчука, в котором он принимал своего кума Владимира Путина. В 2013 году крымские регионалы намерились пустить земли на ЮБК под застройку, а противотуберкулезные санатории перенести в Старый Крым. Земель на южном берегу Крыма, которые наиболее привлекательны для инвесторов, к сожалению, нет. Должны очень четко рассчитать, какова целесообразность нахождения этих объектов, есть ли в них смысл, каков медицинский эффект от того, что эти объекты существуют, при этом государство не может финансировать в должном объеме эти объекты, либо все-таки провести оптимизацию этих здравниц, для того, чтобы соединить возможных в одно. После аннексии Крыма все здравницы были экспроприированы, однако денег на их содержание так называемого правительства Аксенова не нашлось. Несколько десятков санаториев хотели передать подчинение Москвы, а противотуберкулезные перепрофилировать. На сегодняшний день таких объектов у нас 13. И, конечно, если санаторий находится на бюджетном финансировании, то он прежде всего должен выполнять государственный заказ республики. Слава богу, в республике Крым нет такого количества больных. Однако афтезиатры утверждают, что заболеваемость туберкулезом среди жителей Крыма превышает общероссийские показатели на 20%, и ежедневно 5 крымчан заболевают различными формами туберкулеза. Год спустя на сайте Минздрава Крыма в перечне здравниц находим уже только 7 санаторных учреждений, имеющих в названии слово противотуберкулезный. Однако по факту эти санатории утратили свой лечебный профиль и негласно перепрофилируются в обычные пансионаты. Убедиться в этом можно, посетив сайты здравниц. Самый известный первый в Европе детский противотуберкулезный санаторий имени Боброва был знаменит тем, что в нем оперировали больных костным туберкулезом. Уровень выздоровления превышал 90%. Теперь на сайте этот санаторий назван лечебно-оздоровительным, а слово туберкулез вообще не встречается. Судя по ВИП-предложению, часть территории детского санатория была застроена коттеджами. Сутки отдыха в них в высокий сезон достигают 10 тысяч рублей. Из хирургических медуслуг предлагается удаление молочных зубов. На заставке сайта пляж Лягушка, отвоеванный у арендатора, в 2013 году с подачи Центра журналистских расследований. Тогда по материалам публикации телепрограмм Центра, Генпрокуратура назначила тотальную проверку законности использования имущества, земли и пляжей крымских здравниц. И сотни гектаров были возвращены государству. В ходе проведения проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства Украины должностными лицами органов местного самоуправления, органов государственной исполнительной власти и контролирующих органов. Дело рассматривается в судах и назначены определенные экспертизы и длительность рассмотрения этого дела связана с проведением экспертиз. Однако теперь, когда противотуберкулезные санатории скрыто перепрофилируются, превращаясь в обычные объекты размещения для отдыхающих, их территории неминуемо ожидает застройка под видом инвестпроектов. Прозрачный бизнес в оккупированный Крым не идет, поэтому здравницы начали распределять среди тех, кому уже нечего терять. Первым стал неудавшийся лидер Новороссии Олег Царев, осевший в Ялте. Чтобы праздник был, вот как начался Новый год, как вы отметили, так он был и каждый день. Фирмам, учредителями которых выступает жена, находящегося в розыске экс-нардепа и он сам, власти Крыма передали под инвестпроекты шесть прибрежных санаториев. Радуга, юбилейный ветеран детский санаторий Айтадор, бывшие имения великого князя Михаила Романова, а также пансионаты Днепр и Хитовец. Вместе со здравницами семейным фирмам Царева также незаконно была передана и земля, в том числе в частную собственность. Не исключено, что фирмы Царевых выступают в данном случае в роли прокладок для последующих продаж тем, кто из-за санкций опасается покупать ворованное имущество в Крыму.